Собака-верблюд Я думала о тайнах аппарата профессора Елизарова, который исцеляет людей от тяжелых и часто неотлечимых заболеваний, возвращает привычные и мало ценимые нами, пока они у нас есть, радости человеческой жизни, движения, здоровья, способность трудиться, физическую полноценность. Как много ярких и неповторимых красок у нашего бытия, даже если в нем нет ничего выдающегося и примечательного. Среди многочисленных писем в Курган доктору Елизарову одно заставило меня содрогнуться сильнее других. Это письмо от Эдит Павловичевой из Чехословакии. Вы моя последняя надежда, в которую верю как в Бога, хотя я и неверующая. Если вы не сможете мне помочь, то мне на этом свете незачем жить. В пять операций, начиная с 15 лет, перенесла девушка и на каждую шла с отчаянной надеждой, которая есть только у больных. Но каждый раз надежда разбивалась в дребезги. Сколиоз грудного отдела позвоночника, искалечивший тело и жизнь юной Эдит, не поддающейся излечению заболевания. Оперативные методы лечения и искривлений позвоночника давали малоутешительные результаты. Горькая да меткая поговорка «Горбатого могила исправит», а исправить при жизни. Крупнейший советский специалист Яков Лейбович Цевьян, размышляя над некоторыми итогами оперативного лечения сколиоза в течение двух десятилетий, сердечной болью пишет в своих трудах. «Бесконечно верениться этих людей, которые невольно заставляют меня думать о них, о их болезни, о том, как лучше лечить этих людей. И если не всегда вылечить их от их болезни, то хотя бы всегда быть в состоянии приостановить ее все сокрушающие течения и сделать последующую жизнь этих людей приемлемой, терпимой». Доктор Лизаров не мог ответить ничего утешительного на горестное письмо страдающей Эдит, это потому, что Курганский научно-исследовательский институт не занимался устранением деформации позвоночника. Но он был уверен, что изобретенный им метод через костного остеосинтеза может решить и эту сложную проблему ортопедии – бескровное лечение больных с искривлением позвоночника. Закономерности развития формообразовательных процессов костной ткани, открытой им в результате многолетних клинических и экспериментальных наблюдений, и их тесная связь с кровоснабжением и нагрузкой все более убеждали Лизарова в том, что это возможно. Он приглашает на совет заведующего лаборатории функциональной анатомии Мархашова, вдумчивого и терпеливого экспериментатора. «Абрам Моисеевич, так как нормальное развитие костного органа находится в полном соответствии с кровоснабжением и нагрузкой, а всякое отклонение неминуемо изменяет структуру и форму органа, то ведь возможно, что если мы попробуем уменьшить кровоснабжение одной из сторон позвоночника или отдельных его позвонков, тогда нам удастся смоделировать деформацию позвоночника», – размышляет Лизаров. Мархашов обычно спокойно и говорит взволнованно. «Давить тогда, если мы найдем способ создать горб, которого раньше не было, то этим же способом мы сможем избавиться от прирожденного или полученного в результате заболевания», – Абрамович улыбается, скрывая за улыбкой охвативший его волнение. «Конечно! Мы с вами хорошо это знаем! Осталось создать!» Этот эксперимент продолжался три года. Длинный коридор первого этажа, который вел Виварий, Мархашов стал называть для себя коридором надежды. Каждый день он шел им в лабораторию с одним единственным вопросом – «Как чувствует себя подопытное животное!» Занимаясь много лет исследованием кровеносной системы позвоночника человека, Мархашов не встречал в трудах отечественных и зарубежных ученых подобного эксперимента. В эксперимент, который начали Лизаров и Мархашов, они заложили некоторые причины заболевания, искусственно изменив равномерность кровоснабжения и нагрузки на позвоночник. И вот результаты. Уже к концу первого месяца на стороне позвоночника, где сосуды были перевязаны и приток крови резко уменьшился, начала изменяться форма поперечных отростков позвонков, затем межпозвоночных дисков, дуги позвонка, оси позвоночника. В результате – деформация грудной клетки. У собаки появился горб. Собака-верблюд, как и христили подопытное животное в зарубежной прессе. Одна из западных газет писала, Собака-верблюд является первым шагом. Следующим будет горбун, который возродится с прямой спиной. В институте планируется открыть отделение позвоночника. Поделился новостью Абрам Моисеевич, познакомив меня с программой исследования лаборатории. В кабинете отдаленные глухо доносились звуки вивария. «Самое большое несчастье для человека», – продолжал рассказывать Мархашов, – «если поврежден позвоночник. Человек, имея целые и здоровые ноги, лишается опоры и возможности двигаться. Он прикован к постели. Страшный приговор, который не подлежит обжалованию, когда медицина бессильна». Посмотрите эти снимки. Мархашов берет со стола фотографии с антиограммой анатомических препаратов. На них фантастические переплетения сосудов, мышечных пучков, очертания позвонков и асистых отростков. Неспециалисту трудно в них разобраться. Но даже непосвященному ясно, что если стало возможным смоделировать деформацию нарушением адекватности и кровоснабжения, и нагрузки, следовательно, регулированием ее можно исправить скривление. Как в клинической практике достигается сращение травмированного позвоночника? Обычно в пазы позвонков вставляется косточка для создания неподвижного состояния. В ходе этой сложной и кровной операции хирург скован опасностью повредить спинной мозг. А с помощью аппарата Елизарова нам удалось сопоставить обломки полностью пересеченного позвоночника собаки и удержать их. Исход? Давайте посмотрим. Мы входим в длинные игулки коридора надежды. Лаборантка спускает с поводков собак. Веселая, с рыжими подпалинами дворняга, чуть подтаскивая левую лапу, слегка обгоняет стаю и бежит из одного конца коридора в другой. Артистка, смеется лаборантка, любит себя демонстрировать. А это наш господин. Женщина ласково треплет за уши другую собаку. Господин, всеобщий любимец, доверчивый ласковый пес, не знает того, что является собой результат уникального эксперимента, не имеющего аналогов в мировой ортопедии. Ему удлинен позвоночник по методу Елизарова. Когда подобные операции будут на человеке сказать трудно, но то, что они будут успешными, несомненно. К ним провогают пути ученые института. Через смелые гипотезы и мучительные сомнения, через изматывающие бесконечные исследования и радостные открытия идут они к решению одной из самых сложных проблем медицины – бескровному лечению искривлений позвоночника. На письмо Эдит Елизаров и Мархашов ответили клиническим и анатомо-экспериментальным исследованиям кровоснабжения позвоночника и влияние на его форму изменений и трофики нагрузки. Насколько великим даром профессионального предвидения нужно обладать, насколько быть одержимым в науке, чтобы пройти путь от догадки к успешному воплощению своей идеи. И как нужно любить и быть преданным людям, страдающим от болезни и несчастья, чтобы открывать свое сердце страданиям другого.